И Стрелков не признал обвинение по делу о сбитом в Донбассе Боинге. Интересно его, значит, я не понимаю, почему его Стрелков называют, он Гиркин, по моему пониманию, Игорь Гиркин, да, и заявил он, я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди правомочны предъявлять обвинение мне, то есть вот такой бином Ньютона. Готов, значит, его спросили, готов ли он дать показания по данному делу, он ответил, что не готов, даже если меня доставили туда насильно. То есть вот такой вариант рассматривать, что его могут сдать, потому что понятно, что там доказательства по делу железобетонные, это его разговор относительно сбитого самолета. То есть все эти разговоры записаны, все ходы записаны, как в том фильме, помните? Поэтому, конечно, его могут выкинуть так, в качестве кости. Но он уже заранее говорит о том, что он не будет давать показания для того, чтобы особо сильно голландцы копии не ломали, чтобы его оттуда вытащить из России, чтобы они так не переусердствовали, а то вдруг вытащат. А так они подумают, что он не будет давать показания и не вытащат, потому что в Голландии же не будут электричеством лечить, как предводителя. Помните, предводитель, у вас пора лечить электричеством, как делали в ДНР и ЛНР, выбивали показания. Он же понимает, что в Голландии не будут так выбивать показания. Поэтому так говорит. Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение по делу о крушении MH17. И один из обвиняемых Пулатов Олег Юдашевич. Его будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов одного российского. Так что это как раз тот обвиняемый, свидетель, который будет давать показания. Посмотрим, что из этого выйдет.